Дорогие подписчики и зрители, перед началом просмотра хотел бы порекомендовать вам подписаться на телегам-канал Белогородский Троллейбов Живи. Если вы урбанист или поклонник транспорта, то эта группа не будет лишней для вас. Тут вы сможете увидеть различные новости, опросы, обсуждения, эксклюзив. Поэтому обязательно подписывайтесь на группу, я вам ее советую, а все ссылки я оставлю в описании. Все, всем большое спасибо за внимание. Троллейбусы Рязани и Пензы обновятся. Еще недавно из Рязани приходили тревожные сообщения, то о возможности закрытия одного троллейбусного депо, то предложения по ликвидации линий или маршрутов. И вот приятная новость. В Рязань поступило 10 новых троллейбусов ПК ТС 6281 Адмирал в производстве ПК Транспортной системы. Машины были поровну поделены между двумя ныне работающими троллейбусными парками города. Помимо новых машин, город также ожидает 10 поддержанных троллейбусов из Санкт-Петербурга. Еще более удивила Пенза. Местный троллейбус еще год назад, казалось, висел на волоске. Ходили слухи о возможности закрытия системы. Но все оказалось более радужным. Пенза закупает 90 новых троллейбусов. Приобретение машины будет осуществлено при помощи федерального бюджета. Из которых выделяется на эти цели 2 миллиарда 434 тысячи рублей. В настоящее время, если не считать машины, на которые поданы документы на списание, в парке города числится 68 троллейбусов. То есть закупка превышает весь наличный троллейбусный парк. Поставка троллейбуса будет растянута с 3 квартала 2022 года до 4 квартала 2023 года. Более того, планируется расширить местную троллейбусную сеть с 6,5 до 7 километров. Троллейбус планируется привезти до села Засечное, расположенного на юго-востоке Пензы. На 4 квартал планируются работы по проектированию сети. А в 2023 году монтажно-строительные работы. Новая линия обойдется в 230 миллионов рублей, которые также будут выделены из федерального бюджета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова